На дно ссыпаем соль. Можно взять эмалированную кастрюлю, можно вот такой вот я взяла контейнер. Соль хорошенько. Дальше выкладываем в грудку. Сверху опять соль. Сверху снова грудка. Сверху снова соль. У меня ушла одна упаковка соли на 8 таких, вот половина поярки. Кладём в холодильник на сутки. Итак, для посыпки нам нужно... Значит, на 4 грудки идёт 2 столовые ложки паприки. У меня там 8 штук. Значит, 2 столовые ложки паприки. У меня, значит, 2 раза больше. Дальше идёт сушёный чеснок. Тоже по 2 столовые ложки. Красный молотый перец острый, 1 столовая ложка. Больше-меньше регулируйте по своему вкусу. Чёрный молотый перец за чайная ложка. Куркума для цвета. Чуть-чуть. Щепотка получается на кончике чайной ложки. Но это не чайная, это такая маленькая совсем ложка. И я добавлю ещё сванскую соль, но можно приправу для плова или мяса. Вашу любимую приправу можете любую добавить. Вот так вот обначально перемешиваем. Я подготовила всё с вечера, чтобы завтра не заморачиваться. Итак, прошли сутки. Посмотрите, сколько жидкости уже. Сейчас нам нужно хорошенько промыть вот эту соль. Посмотрите, какая она стала. Уже покрепче. Вот такая уже плотная. Нам надо эту соль хорошенечко промыть. Наполняем теперь чистую воду холодную. И возвращаем наши грудки сюда. Нам нужно замочить, смотря сколько вы хотите по солонее, по... Если среднее, например... Я люблю среднее. И ставлю замачиваться на 2,5 часа. Но каждые полчаса надо менять вот эту воду. Значит, эту воду через полчаса сливаю, наливаю, заливаю новой водой. И так 2,5 часа. Если вы хотите совсем пресный, то можете 3 часа сделать. Но совсем пресный тоже неинтересно. Я нам 2,5 часа вот именно то, что надо. Значит, я немножко бумажным полотенцем протела слишком, чтобы влажно не было. Но сильно подсушивать тоже не надо. Приправы не будут липать. Дальше берём пакет. Сыпем сюда где-то 2 чайные ложки приправ. Кладём сюда, значит, грудку. Закрываем пакет. И вот так вот хорошенько обтираем курочку. Чтобы приправа везде попала. Если где-то остаётся, просто берём вот так вот и надавливаем. Смотрите, теперь что делаем. Я вот такие крючки купила строители. Можно взять обычные вот такие вот крючки для штор ванной. Допустим, купили новые шторы для ванной. Надеваете эти новые шторы на старые крючки, а вот новые крючки оставляете. Кстати, на них даже легче вешать, чем даже на обычных. Можно взять обычные кухонные крючки, которые вот висят на шкафах, где ложки вешаются. Тоже можно воткнуть по ножом, либо чем-нибудь и просто надеть нитку. Вот смотрите, очень легко всё одевается. Вот. Берём марлю. И просто её вот так вот. Всё, вот так вот бинтом марлей закрываем. И здесь дальше уже, либо верёвка, либо опять же вот куском марли закрываем, чтобы держалась. Планируете вешать в открытом помещении, где-то, где нет сетки на окне или что. Лучше тогда эту часть тоже закрывать. Вот такая мумия у нас получается. Будем делать такие мумии и все остальные тоже. Вот так вот ещё давим немножко сверху, чтобы не выпадало. Дальше вот можно теперь показывать вот этим, как делать. Вот, потом надеваете куда-нибудь, вот так вот она висит. Вот столько у меня приправа осталось. Это две столовые ложки. Но они мне, конечно же, нужны. Это очень вкусно получается, если обмазать жареную... Ну, обмазать курицу и пожарить. Очень вкусно получается. Либо в суп какой-нибудь добавить. Это же что здесь? Паприка, чеснок, куркума и перец. То есть ничего лишнего, смесь приправ. Вот такие мумии у меня получились. 8 штук. Пойду сейчас вешать. Вот так вот я повесила их на сушилку на балконе. Балкон у меня закрыт. Вот, окно открытое, но у меня там сетка. Можно наверх открыть, если слишком сквозняно. Она должна быть открытой, чтобы как бы циркулировал воздух. А то испортится. Надо, чтобы было тепло, но при этом влажности, чтобы не было. Итак, сегодня третий день. Я сняла марлю. Вот она у меня здесь все сняла. Похоже на операционный стол. Значит, она еще чуть-чуть влажноватая такая. Потому что у нас все время идут дожди и нет солнца. Но окно у меня всегда открытое. Это обязательно нужно открыто оставлять, чтобы не было сырости никакой. Вот, буду смотреть еще завтра. Значит, сегодня третий день. Завтра, если не высохнет, значит, получается, что на пятый день сниму. Завтра вечером буду смотреть и вам покажу. Итак, четвертый день вечер. Вот так вот, если потрогать, влажности нету. Внутри мягкая, но она сухая. В общем, трогайте вот так вот руками, почувствуйте, что влажности нет. И она достаточно подсохла. Вот. Получается, что четыре дня хватает. Ну, нам хватает. Можете на пятый день еще оставить. Но смотрите, чтобы сильно не подсушилось. Все, теперь собираем. И если оставить после вот сушки в холодильнике на несколько часов, получается еще вкуснее. Ну, если останется, конечно, до холодильника. Останем крючки. Надо резать тоненько. Как она блестит, видите, почти прозрачная. Посмотрите. Мягкая-мягкая. Вот такой вот итог получается. Посмотрите, они как, похоже немножко на копченую рыбу, да, вот такая прозрачная. Вот она должна подсохнуть до такого состояния, когда вот будет вот так вот полупрозрачно. Аромат стоит по всей квартире. Пока сохло, так и так неделю вся квартира пахла этими приправами, потому что балкон открывается. И запах все по квартире как бы распространяется. Вот так вот все легко делается. А вкуснятина невероятная. Ну, а у меня все. Всем пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok